То есть музыка очень баха, там с какими-то фривозными песенками. В общем, было чрезвычайно весело. Так что, ну, конечно, там немножко они ее изменили, содержание. Тем более, что сама завязка-то она способствует какой-то камене, поскольку дело происходит в сумасшедшем доме. Потому что, ну, ладно, посмотрите, значит, там, кстати, играл, значит, Борис Плотников, тот, который доктор Роберт Менталья играл, который у нас, ну, знаете, да, вот «Собачье сердце» доктор Роберт Ментальев. Тест Плотников, вот он у нас играл в гравтеатре. И был у нас такой преподаватель Василий Николаевич Багаев, так вот они были с ним большие друзья. Ну, правда, как бы я сам не был очевидцем, но Багаев рассказывал, что несколько раз он к нему приходил на занятия, на версии он тогда «Статфизику» и, значит, тщательно за ним все записывал. А потом читал что-то там записал, ну, и получался там довольно-то неприличный текст. Ну, вы сами понимаете, что, допустим, если слово «член» там, да, из контекста как-то выделил, да, да еще там с какими-нибудь вагонами и типа что, да, можно… Ну, вот, значит, так что, может быть, вот эту идею стоит возродить, чтобы всем факультетам праздновать. Давайте вот что-нибудь подобное придумаем на зиму. Мы вот собираемся зимой в зимнюю школу, значит, на базе отдыха для всех факультетов, и вот в рамках такого мероприятия можно все что угодно, значит, туда. Ну, давайте, давайте, подумайте, значит, Евгений Алексеевич обещал посмотреть, он вроде говорил, что у него есть какие-то там тексты, песен, ну, вот тех самых старых, старых лет, вот. А кроме того, в наше время довольно популярной была песенка, ну, сейчас она, может, уже не актуальна, но в эпоху войн, в эпоху кризисов, когда действительно не важна, возле секретичного физика была красивая жена, знаете? А что это что? Что-то вроде слышали, как-то вроде вы включали. Ну, да, 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 там вообще сюжет такое, что, вот, значит, стала она там жертвой агент по ЦРУ, вот, в конце концов. Кроме того, вот, значит, выпускалась стен газета, видно физическую, вот, в эпоху кризиске, там, значит, план был, конечно, не очень часто, но вот отдельные номера так появлялись, там были, значит, различные образцы, там, студенческие отворки, там, был такой студент Шарапов, он длинной длинности, как говорили, я бы это писал, но я только помню, а кобели шурша уходят в какой-то, так что, ну, ладно, значит, в общем, надо, конечно, жизнь на факультете возрождать, потому что она как-то вот в связи с этой перестройкой прекратилась, и теперь, вот, там, уже, значит, есть заинтересованные люди среди студентов, что радовать, вот. Так что, ну, вот, может быть, вам удастся это все сделать, тем более, что вы очень, как-то так, креативные люди, да, вот. Спасибо. Давайте, дерзай. Ну, ладно, значит, видимо, больше тогда никто не подойдет, вот. Ну, давайте продолжим. Сегодня, как я уже говорил, обзорная лекция, поэтому я ее буду, как бы, в основном так по бумажке читать, поскольку выводов никаких не предполагается, а предполагается только, ну, вот, как-то обратить внимание на особенности, значит, метода обратной задачи для уравнений, синус Гордона и нелинейного уравнения Шреддингера. Ну, давайте-то начнем с синус Гордона. Для Шреддингера, ну, там где-то, ну, процентов, может быть, 50, уравнений Шреддингера. Ну, вот. И так, пусть у нас будет такое уравнение синус Гордона, значит, D2U, Dc дважды, ну, давайте здесь штрих напишем, вот, минус D, так, значит, ну, давайте вот сюда Ц, ЦД, диндицеплиним. Значит, делим штрих дважды, равно синус У, значит, синус Гордон. Ну и, как вы знаете, значит, если отбросить вот эту правую часть, синус У, то мы получим волновое уравнение. А волновое уравнение с помощью вот такой подстановки t' равно t-x и x' равно t-x можно привести, то есть вот эту левую часть, да, можно привести в таком виде d волн, dt вx, ну для волнового уравнения в правой части 0 состояла, а здесь 3x-0. Ну и вот последняя запись считается канонической формой в сравнении с ним годом. Ну и если мы его собираемся решать, то мы должны решать методом обратной задачи растения, то мы должны построить L-апарлакса, L-апарлакса, вот специальный, который мы строили для для KDV для уравнения KDV и для этой элеопары записать уравнения L-апарлакса. Ну вот здесь начинаются как бы первые особенности. Дело в том, что уравнения L-апарлакса для синус-Гордона и для нелинейного уравнения Шредингера уравнения L-апарлакса для KDV. А именно для синус-Гордона и для нелинейного уравнения Шредингера уравнения L-апарлакса имеет такой вид. Значит, минус DtA значит, минус DxA плюс LA значит, чего не было. для KDV не было вот этого члена, да, с производной вот оператора A, да, то есть а производная во времени не стояла у оператора L, да, то есть вот значит, два отличия, да, то есть DtA у вообще такого члена не было, производная то есть у L стояла, ну и еще мы там писали не уединили перед, значит, I перед коммутатом перед коммутатом вот ну и как вы знаете вот это уравнение Лакса должно быть эквивалентно вот этому, каноническому, да, канонической форме уравнения синус-Гордона то есть операторы L и A должны подбираться таким образом, чтобы, значит, при подстановке их уравнения Лакса мы получали уравнение синус-Гордон, ну или если речь идет о нелинейном шрединге, да, то о нелинейном уравнении шрединге. ну и вот можно проверить в принципе это легко самим сделать что если взять в качестве L вот такую матрицу I на 4K значит cos u sin 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 u значит а в качестве оператора A Такую вещь, значит, и, как тут с минусом, да, минус ик минус у по ик пополам у по ик, произведем, да, пополам ик. Ладно, давайте я будем гугл этой шляпки писать, и где я будем писать, понятно, что речь идет об операторе. То, значит, мы получим вот нужный нам результат. Обратите внимание, что здесь уже вот в качестве операторов берутся не просто какие-то там дифференциальные операторы, да, а матрицы 2 на 1. Это вот особенность синус-гартона уравнения и нелинейного уравнения шляпки. Ну, понятно, что раз тут матрицы, то и, значит, уравнение Лакса у нас тоже будет матричным уравнением. Вот. Их, значит, и собственные функции тоже должны быть, ну, по крайней мере, векторами. Да, да, векторами двухкомпонентной величины. То есть вот если, то есть в качестве волновой функции, вот аналог той функции ПСЕ, о которой мы там говорили, да, когда говорили об уравнении КДВ, здесь мы должны выбрать уже там не какую-то там просто функцию, а вектор. Так, ну давайте мы тоже не будем у вектора писать, не будем, потому что там ВС-черто еще будет, да, то есть они хотели вектор двухкомпонентов, да, В1, В2, В1, В2. То есть волновая функция становится двухкомпонентной. Вот. Ну и тогда, значит, для этой волновой функции так, ну, аналогично тому, как мы делали для КДВ, да, значит, мы можем получить следующую пару уравнений. Так, давайте мы так заперемем на эту волновую функцию. То есть ДХ на В равно АВ, АВ, так, и ДТ на В равно АВ. То есть вот можно также непосредственно убедиться, что, значит, вот эти уравнения, да, эквивалентны, в свою очередь, уравнения МАКС. То есть прямой, как бы, ну, пряменное вычисление, если хотите. То есть если потребовать, чтобы вот на такую двухкомпонентную волновую функцию были такие уравнения, так, столько чего тут, да, два раза АВ. Конечно, ЭВ это второе уравнение, например, да, ЭВ. Вот, значит, эквивалентную вот такой системе референциальных уравнений. Ну, вообще говоря, эта система уравнений нелинейна, поскольку оператор РФ нелинейен, нелинейна относительно У, но она линейна относительно В. Линейна относительно В. Ну и, то есть, и таким образом мы опять сводим исходное уравнение синус Гордонна сначала к уравнению Клакса, а потом к линейной системе уравнений относительно собственной функции В. Ну, какая здесь особенность? Еще одна особенность по сравнению с методом обратной задачи рассеяния для уравнения Картевека ДФИЗа. Значит, эволюционное уравнение фишется для оператора Л. А, значит, спектральное уравнение, да, фишется на оператор А. Ну и по-прежнему, конечно же, мы работаем в классе функций, которые спадают на бесконечности вместе со всеми своими производными, да. И поэтому, значит, мы можем опять стартовать со спектрального уравнения, вот где фигурирует оператор А, да, и решать его на бесконечности. Ну, в соответствии, при х стремящемся к бесконечности, где О от х стремятся к 0, и, значит, у оператора А остаются только диагональные члены. Вот. Ну, как сами понимаете, это достаточно легко сделать, но нам надо еще ввести... Значит, поскольку, ну давайте вот рассматриваем центральное уравнение, да, и поскольку это уравнение представляет собой, по сути дела, систему из двух уравнений, да, то есть это система уравнений, то в качестве фундаментального решения у него будут две вот векторных функций. Одну мы, скажем, обозначим за В, то есть это вот такой вектор, а в качестве... а вторую, как бы, систему фундаментальных решений мы обозначим за В с чертой, В1 с чертой компонентом, В2 с чертой компонентом. Ну, вспоминайте теорию дифференциальных уравнений, ведь когда вы решали систему уравнений, там, ну, причем это уравнение первого порядка, то есть там напрямую вся вот эта теория хорошая работает, и на бесконечности это линейное уравнение, да, то есть там в качестве системы фундаментальных решений выступали два вектора, поскольку мы можем ее в матричном виде записать, да, вот. Ну вот, то есть пусть у нас В1 с чертой, это вот как раз решение фундаментальной системы решений. Кроме того, для систем, вообще говоря, по-другому определяется В1 с кианом. Для систем уравнений В1 с кианом уже там не составляется, там, из двух функций и их производных, а он составляется вот непосредственно из компонентов векторов. То есть в качестве москера мы должны выбрать, ну, вот, опять-таки по-разному, такое В1, В2, В1 с чертой, В2 с чертой. Это просто факты из теории дифференциальных проявлений, все известно. Ну, и, значит, поскольку вот эти вектора В1 и В1 с чертой выбираются независимо, раз они образуют фундаментальную систему решений, они выбираются независимо, но с кианом такой будет отлично с нуля. Вот. И более того, можно показать, опять-таки, непосредственным вычислением, что производная d по dx от В1 будет равна нулю, а значит, этот В1 не зависит от х. То есть В1 будет константой относительно х. Ну и, кроме того, обратите внимание, что оператор А у нас в бесконечности не зависит от времени, да? Не зависит от времени, остаются только вот минус ик и ик, вот эти у от х обращаются в ноль, значит, в зависимости от времени не будет. Значит, мы можем опять сначала решать вот эту спектральную задачу при t равной нулю. А потом вернуться, решив там фильтральную задачу при t равной нулю, потом вернуться к эволюционной задаче и, значит, решить ее уже при производных t. Ну, что, собственно, мы и делаем. Итак, мы рассматриваем момент времени t равной нулю и асинктотики х, стремящихся плюс-минус бесконечности. Ну и, значит, в этом случае давайте оператор А я не буду переписывать, вот здесь оператор А у нас вот такой вид имеет, как я уже говорил, нули и будут стоять. Вот. И мы должны определить функции ЙОСТа, да? Напомню, что функции ЙОСТа — это такие решения спектральной задачи, которые определяются симптотиками на плюс и минус бесконечности. Но поскольку решения у нас двухкомпонентные, v и v с чертой, то и функции ЙОСТа тоже будут двухкомпонентными. Вот. Введем два типа функций ЙОСТа. Так. Значит, их обозначим за фи. Давайте так. Вот фи пусть у нас будет функция ЙОСТа при плюс бесконечности. То есть, пусть у нас фи, это вот такая, у нас а ее, если у нас нет, то и так нет. Ну да. То есть, фи будет у нас соответствовать вот v, а значит, еще там будет фи с чертой, которая будет соответствовать фундаментальному решению v с чертой на плюс бесконечности. То есть, пусть у нас фи, это вот такая фундаментальному решению, значит, 1,0 на e в степени минус и к х. А фи с чертой, которая соответствует с чертой фундаментальному решению, это 0,1 на e в степени минус и к х. Вот. Ну, соответственно, то есть вот две функции ЙОСТа, два таких вектора при х минус бесконечности, и надо еще два вектора при х плюс бесконечности. То есть, пусть у нас асинтотики, то есть вот эти функции ЙОСТа, при х минус бесконечности обозначаются и это векси, это 0,1 на e в степени минус и к х, и векси с чертой, это 1,0 на e в степени минус и к х. Это уже асинтотики соответствующие В и В с чертой при х минус бесконечности. А как вы выбираете, собственно, вектора? Значит, ну, вообще говоря, как бы произвольно можно, да, то есть в принципе можно менять местами. То есть вот это как бы, ну, вопрос договоренности на самом деле. Если мы поменяем, у нас просто поменяется правое рассеяние и левое рассеяние. То есть можно менять места. Ну, значит, тут как бы, да, вот дело вкуса, собственно. Вот, значит, тогда вот этот наш рассеян, построенный на функциях ЙОСТа, значит, Фи и Фи с чертой. Вот, значит, будет равен глостиану, построенному на функциях ЙОСТа, Си и Фи с чертой, будет равен минус к х. То есть это означает, что в качестве базисной функции ЙОСТа мы можем выбирать любую папу, Фи и Фи с чертой, либо Пси с чертой. То есть функции Фи и Фи с чертой линейно-независимы, да, и Пси и Пси с чертой линейно-независимы. Ну, то есть тоже так вспоминайте, у нас для КДВ там линейно-независимы были функции ЙОСТа Фи от К, да, и Фи от минус к. Вот здесь точно такая же ситуация, только, значит, минус к соответствует вот эта черта. Ну и, разумеется, у нас двухкомпонентный вектор. Предлагается выбрать дальше в качестве базиса функции ЙОСТа Пси и Фи с чертой, а функции Фи и Фи с чертой уже разлагать по этому базису. Ну давайте вот напишем разложение, считаем, что Фи, вот, Х, ну понятно, что поскольку А у нас оператор, зависящий от К, то есть функции ЙОСТа, ну вот видно, да, тоже являются зависимыми от К, то есть и Фи будут функции от К, да. Значит, вот мы пишем теперь два аргумента, Фи, Х, К, значит, и такое разложение. То есть там были коэффициенты С и ЙОСТа, здесь мы их обозначим В и А. Значит, В под К, Пси, Х, К, значит, минус, так, минус здесь плюс, А под К, Пси с чертой, Х, К, и Фи с чертой, Х, К, равно В с чертой, Х, К, минус А с чертой, Пси, Х, К, минус А с чертой, Пси, Х, К, вот такое разложение, где ХВ, А, А с чертой, ХВ с чертой, это какие-то коэффициенты. Ну легко теперь получить, аналогично тому, как мы делали для КДВ, асимптотики с другой стороны, да, то есть вот у нас асимптотики для функций Фи на длинных бесконечности есть, а зная эти разложения, мы можем легко получить эти асимптотики с другой стороны. давайте я их запишу, ну ладно, все равно придется начать стирать, не хотим, потому что еще раз здесь. значит, вот такие Фи, это А от К, Б от К, так, давайте сразу эксперименту, Е в степени минус ИКХ, значит, Б от К, Е в степени ИКХ, значит, И Фи с чертой, это В с чертой, так, К, Е в степени минус ИКХ, и минус А с чертой от К, Е в степени ИКХ. значит, и это асимптотики уже при плюс бесконечности. ну, дальше, значит, дальше, мы можем так же, как и для КДП, установить выражения для коэффициентов разложения, ну, то есть, А и В, да, А с чертой, В с чертой, вот эти четыре функции, да, являются аналогом того, что мы называли данными рассеяния, да, то есть, это аналог вот этих самых С и Ё, да, и Ё, и С и К, вот, вот. и точно так же, как для КДП, мы там выражали эти функции через Вранскеан, здесь мы тоже можем получить аналогичные выражения, ну, вот, я их выпишу, значит, А равно дубль В, Фи, Пси, значит, В, это дубль В, Фи, Пси с чертой, а, значит, А с чертой, это дубль В, Фи с чертой, Пси с чертой, и В с чертой, это дубль В, значит, Фи с чертой, Пси с чертой, Пси. То есть, вот это, в принципе, это вот аналоги тех соотношений на С и Ё, которые у нас были для КДВ. Ну, дальше мы можем опять также вводить коэффициенты отражения и прохождения, ну, например, вот, коэффициент отражения, значит, ну, для какого-то там правого рассеяния, ну, поскольку я другие не буду выписывать, то пусть я его просто Р назначу, да, значит, Р от К, это В от К, значит, на А от К. Здесь рассуждение совершенно аналогичное тому, что было для КДВ. И легко проверить на самом деле, вот, прямо можете любую формулу из того, что я говорю, прямо можете проверить, поскольку я все определения даю, вот, значит, прямо можете взять, при желании сесть и проделать вычисления. Ну, интегральное уравнение для функции ЙОСТа тоже можно получить. Так, ну, не знаю, может быть, их для экономии времени не стоит выписывать или хотите, чтобы выписать? Так, что же началось. Интегральное уравнение для функции ЙОСТа. Ну, давайте. Тем более, они здесь, на самом деле, короче, чем для КДВ. Я тоже для всех не буду, то есть для всей пары ФИ, ФИ с чертой, там, и ФИ, ФИ с чертой, я вот только для ФИ напишу, поскольку, на самом деле, достаточно, ну, как бы, любую функцию ЙОСТа рассмотреть для того, чтобы вот задачу решить. То есть для ФИ 1 и ФИ 2, да, то есть, соответственно, ну, смотрите, раз у нас функция ЙОСТа вот такая двухкомпонентная, да, на минус бесконечности, ну, и там плюс бесконечности, то она тоже будет двухкомпонентной, так, двухкомпонентной и в любой точке пространства, да, то есть для любого Х, не только на минус или плюс бесконечности, для любого Х, функция ЙОСТа будет иметь ФИ, да, две компоненты, ФИ 1 и ФИ 2. Ну, и, опять-таки, все сводится к тому, чтобы преобразовать вот эту вот систему равнений, да, там, Д, Х, там, я уже настирал, ну, давай, там, для ХИ, да, 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 вот так, АФИ, да, АФИ, да, АФИ, вот эту систему дифференциальных уравнений надо преобразовать к интегральному уравнению. Ну, в дефорах вот такие операции совершали, так что здесь тоже это нужно сделать. Ну, и в результате получится вот что. Значит, что ФИ 1, значит, пинь с А, равное Е с ФИ 1, значит, пинь с А, значит, единица, минус интегральному уравнению бесконечности для Х, Qb и Qz. В данном случае, здесь Hall, then, F, Banх завершается. Нужно говорить оu, вовспу, Sayul, ifN, z, ну, вот здесь, значит, вводится функция R, здесь раз у нас исходная система дифференциальных уравнений, то и будет система интегрального уравнения. То есть в каждое уравнение войдут и функции φ1 и φ2. Здесь мы не можем написать отдельное интегральное уравнение для φ1 и отдельное для φ2. Здесь мы должны писать систему интегральных уравнений. Значит, φ2 равно 2 в степени и к х, значит, не интегрального к минерамисконечности, да, х. Ну давайте переменем здесь по-другому. Мы обозначим не z, а y, d, y, e, z, y, y. Так, снимемся, снимемся. Значит, r на y на h на y. Вот система нейтральных программ. На компоненты функции геоскофи. Точно так же можно записать еще три системы нейтральных уравнений. Соответственно, на компоненты функции с чертой, на psi и на psi с чертой. Ну, это как бы излишняя для наших целей задача, поскольку нам достаточно финансов, чтобы получить решение. Ну, дальше легко получить развожение. Развожение нам зачем нужно? Оно нам нужно для формулы обращения, в основном. Ну, кроме каких-то там вспомогательных целей. Развожение в ряд по степеням k. Оно нужно для формулы обращения. То есть одно развожение мы получаем из системы нейтральных уравнений, а другое из треугольного представления. И сравнивая эти развожения, мы получаем формулу обращения. Ну, легко здесь написать, что e в степени nk x, значит, на f1, ну, давайте я аргументы не буду писать, это много времени, значит, равно 1 плюс 1 на 2y, интеграл n, бесконечность xd, y от r в квадрате от y, да, плюс, там, члены, ну, давайте я так напишу, члены порядка, там, k в квадрате и выше. Так, ну и, так, для φ2, да, для φ2, да, для φ2, ну, это формулы пока технические, но я их выписываю для тех, кто решит все-таки все это сам проделать, и чтобы ориентироваться на какие-то результаты, то есть это будет естественно. и, так, если я имею в виду x, значит, φ2 равно минус единица на 2y, так, r в квадрате. Ну, вот, там, члены порядка единица, так, что это, единица на квадрате, значит, не k в квадрате, а единица на квадрате. Ну, что, ряд по степеням единица на k. Вот. Ну, вот. Дальше. Ну, а дальше начинается вся эта вещь. Чё хотите? Так, а чё хотите? Завтра постарение может потребить пару москов, то есть не хочет третий. Значит, во сколько? В пол одиннадцатого. Так, вы можете себе 10-30? Да, где-то вы получатся. Так, 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 давайте. Ну, вообще, поскольку ведущий докладчик, ну и я, я тоже позвоню. То есть, я созвонюсь, ну, тогда вам позвоню, там, на сколько звонишь? Ну, тринадцать. Двенадцать. 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 Не раньше. То есть позже можно звонить. Потому что, ну, иногда там с ним только первым созвоним. Хорошо. Тихо положим. Хорошо. Я вас не разбужу. Да. Ну, как-то. Так. Значит, вот такой ряд. Двенадцать. И дальше начинается вот, ну, собственно, схема все та же самое, что и для КДВ, да? То есть фундаментальные решения, функции Йоста, интегральные представления, интегральные уравнения, да? И дальше что мы делаем? Нули функции С1,2, да? Просматриваем. Так вот, здесь аналогом функции С1,2 является вот эта функция А. То есть, ну и я писал там, да? Вот R, когда писал, а стояло в знаменателе. Значит, итак, ну вот здесь теорему, конечно, это доказать, в принципе, не так просто, но можно. Ладно, давайте я ее не буду, конечно, доказывать. Просто в обзорной инфекции это не нужно делать. Значит. Итак, что мы можем сказать про нули функции А от К, да? Так. А от К. Значит. Пусть, значит, К для этого нули функции А от К, то есть те точки, в которых А от К обращается внутрь. А от К обращается внутрь. Значит. Тогда справедливо следующее утверждение. Значит. Нули комплексные и лежат в верхней полу плоскости. Верхней комплексной полу плоскости. Мнимая часть. Да. К полу плоскости нуля. Значит. Вот. Вот. Для случая в КГВ у нас нули были чисто мнимые. А здесь они комплексные. То есть не на мнимой оси, в верхней полу оси лежат, а в верхней полу плоскости комплексные. Значит. Следующее утверждение. Эти нули для уравнения синус Гордона симметрично относительно мнимая син. То есть если КН, которое одно, ну давайте так, ЗЭТАН вещество, сейчас плюс ИЭТАН. И возьмем, значит, вот такую нулю, то тогда нулем будет также являться то, что минус КН комплексные протяженные, КН, значит, которое равно минус ЗЭТАН плюс ИЭТАН. Если их нарисовать, то это вот, вот эта комплексная плоскость, да, значит, то это точки, ну, во-первых, это могут быть вот такие точки, да, которые чисто на мнимой оси лежат. Правильно? Вот. То есть, в принципе, возможен случай, когда ЗЭТАН равно плюс, да, это вот первый тип нулей, и ему соответствуют там свои салитоны. А второй тип нулей, когда вот эти нули симметричны относительно мнимая син. То есть, вот здесь у нас, значит, КН лежит, а здесь минус, значит, КН комплексные протяженные. То есть, мнимая часть одна и та же, а вещественная только отключаются знаками. Значит, это можно доказать, исходя непосредственно из, вот, вида оператора А и, значит… А подождите, минус КН комплексные сопряженные заживки КН, просто КН? Нет, нет, почему? Минус же здесь меняется знак. Да, у вещественной части меняется знак. Если чисто мнимая была, то это то же самое. А за счет вещественной части меняется знак у вещественной части. Вот, значит, это следствие, так называемое, условие редукции, условие редукции матрицы А, которая, ну вот легко как бы проверить, что матрица А обладает вот таким свойством, что А от К – это А комплексно-сапряженная минус К комплексно-сапряженная, вот так вот. Ну вот, я спер, но можете непосредственно глядеть там. Ну вот, и следующее свойство, третье, состоит в том, что эти нули простые. Нули простые. Нули простые. Это означает, что… Нули простые, это означает, что вот такие производные д, а, то д, к, это там, а, значит отличная нуля. Отличная нуля. То есть опять-таки разложение в ряд ларана у нас начинается с минус первого члена, а значит и вычеты можно считать хорошо, да? Поскольку вычеты в этом случае у нас как раз вот эти производные. Вот. Ну давайте будем это обозначать А' 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 Производные будем обозначать А' То есть вот такие производные отличные. Вот это теоремы о нулях. Ну а дальше опять-таки в соответствии с общей, с принятой нами схемой доказали теорему о нулях. То есть вывели какие-то общие свойства коэффициентов, да? Вот связанные с хоцкеанами, интегральное уравнение, теорема о нулях, а дальше треугольное представление функции Серьезно определяем. Значит. Ну опять-таки я для всех случаев не буду треугольное представление определять так. Так. Ну давайте вот. Для. Так. У нас ФИ там. Ну давайте вот для ФИ. Значит. Для ФИ. Значит. Для ФИ. Значит. ФИ. Там. Икс. 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 Там. Икс. 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 Ну в соответствии с асимптомиками, да? Первая члена эта симптоматика. Плюс. Икс. Интеграль от минус бесконечность. Икс. Так. Икс. Икс. Значит. К от икс и икс. Вот так. Вот так. К от икс. 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 Минус ик ик. Икс. Ну и соответственно. для, значит, фи с чертой ну давайте я тут это 0,1 е в степени минус плюс минус интегра от х до бесконечности плюс интегра от х до бесконечности делаем k y e в степени арменик вот так с чертой то есть вот, у нас две сутки появляются Ядра треугольного представления, ядра треугольного представления, ну и как бы сразу же, да, ну и связь ядер такая, что эти ядра не независимы, а связаны между собой вот такими соотношениями, что К с чертой, да, ну, во-первых, что К там и К с чертой это все же там. Ну и К с чертой, да, допустим, К с компонентами К1 и К2, ну и точно так же К с чертой, везде черту надо поставить. Вот, и К с чертой это у нас равен Сигма К, где Сигма это вот такая масса. Ну опять, ладно, давайте тут легко, можно опять разложить там метод итерации, да, поступить, получить развожение для ФИ там, да, значит, вот и сравнить, ну вот с тем, что там, допустим, компоненту ФИ1, которая здесь получится, сравнить вот с той компонентой ФИ1, который есть, то есть он, почему-то ФИ2 и оставить, ну, видим, или для ФИ2 точно так же можно сделать, да, вот, и тогда сразу эти два разложения легко получить формулу обращения. То есть тут все точно так же, как КДВ делалось. Вот, значит, исправедливо такая формула обращения. Я ее как бы здесь сразу выписываю, не решаю там уравнение, а именно, что К1, а не ФИ1. То есть мы видим, что у от х одна функция, да, ум, определяется из одной функции К1, да, и точно так же ум можно и через другие функции, там, определить, там, К2 и так далее. То есть нам достаточно только одно из этих ярко-люгольного представления. Ну вот уравнение Гельфорда Марченко и Левитана здесь тоже можно получить. Ну, в принципе, идеология та же самая, надо там вычесть и рассматривать, да, вот. Ну, в книжке Лево, по-моему, там это все описано, так что вы можете к ней непосредственно обратиться. Значит, и получается такое уравнение Гельфорда Марченко и Левитана. Сильма К, ну, на ядро К. Значит, вот там матрица Сильма, да, Сильма К. Ну, давайте здесь, ну, ладно, не буду крышки опять писать. Значит, К – это не волновой вектор, а вот ядро треугольного К, да, К, треугольного представления. Значит, К плюс 0, 1, значит, F, X, X, X плюс Y плюс интеграл от интегральной висковой вечности. сдавacia А с где F по сути то же самое что и для КДВ. Это гидро интегрального представления имеет тот же самый вид, что и для КДВ. Сумма единицы даем. ВН, так, ну давайте, то есть ВН, дальше это В. И точно так же там индекс означает, такого типа индекс означает, что мы берем функцию с точки КР. Значит, ВН на А'Н, вот оно, производное, которое отлично от нуля. Не зря бы я это на нуля доказываю. На Е в степени ИКН ДЗ плюс единица на 2И, значит, ВК, АК, Е в степени ИКЗ ДК. Значит, вот эта штука, которая здесь у нас, так, ну интеграл, если вы не знаете, если вы не знаете, если вы не знаете. Вот эта дробь, которая под интегралом, это вот самый коэффициент отношения. Ну и все. Значит, дальше нам остается только опять сказать, что мы интересуемся солидонными решениями. А такие солидонные решения получаются в случае, когда потенциал безотражательный, то есть когда вот эта ЭРОСКА равно нул. Значит, соответственно, обнуляется и такой интеграл. Ну, правда, это, значит, опять мы ограничиваемся только в случае, когда не начать. Дальше ограничиваемся, значит, считаем потенциал безотражательным, да, только когда ЭРОСКА равно нул. При вещественных картах. При вещественных картах. Ну и решаем дальше уравнение Гельфанда-Макченко-Ревитана. Ну, как видно, это система из двух уравнений, да. То есть вот если здесь подставить К, то здесь у нас будет что-то К1, К2, да, вот. Здесь тут К1, К2, да, вот так. И нам достаточно решить только верхний уровень К1. То есть здесь мы К1 и К2 можем в отдельности проходить. А К1, зная, мы найдем матриц по формулу прощения. Ну, и это можно сделать точно таким же матричным способом, который мы делали, очень похожим. Ну, хотя нельзя сказать, что совсем одно и то же. там все-таки есть некие тонкости, так сказать, вычислений. Вот. Но тоже опять записывая все в матричном виде, мы можем с вами получить, что К1, то есть уравнение для К1, да, в верхнем матричном виде опять пишем. Значит, и решаем его, находим, что К1, Х, это единица на два и д в от логарифма и терминанта, да, в виде дроби. Значит, логатив на дроби, где в числителе терминант стоит единичная матрица плюс В, а в знаменателе терминант единичная матрица В. Вот оно и решение, где матрица В, это матрица с матричными элементами В, N, N, то есть элемент матрицы В, это В, N, N, это В, N. Ну давайте здесь напишем от нуля, где 0 означает t равно 0. И мы вспоминаем, что мы решаем начальную задачу. Значит, на е степень, значит, кн плюс кн на x. Так, что в этот спросить хотите, нет? Ну спрашивайте громче, то я не знаю, что-то шепчет. Громче, если есть вопросы, не стесняйтесь. Значит, про n мы устраиваем. Вот так. Так, ну что, я время исчерпал или нет еще? Я предлагаю все-таки как бы закончить сегодня, потому что я вот сейчас синус Гордона расскажу, а про КДВ там совсем немного, поскольку половина формул одни и те же будут, по сути дела. Вот в частности, Марчика, Гельфорда и Левитана, там все-все-все. Так что, поэтому там довольно быстро получится. Так, значит, где βn? βn 0, это вот что такое. минус i, значит, βn на а, βn 0, вот. Ну и все, смотрите, и это единичная матрица, βn известная матрица. Она, кстати, похожа на то, что было для КДВ. Даже проще, поскольку там, ну как бы, единичная матрица уже в В стоят. Но здесь вот видите у нас, поскольку знаки разные, да, то, как бы, ну тут единичные матрики должны отдельно писать. Вот. То есть, и тем самым мы решили, дальше мы можем найти у от x, пользуясь формой м вращения, при t, равной 0. Но вообще-то нам при t, равной 0, не надо, да? Нам надо при, значит, любых t. Для этого возвращаемся к эволюционной задаче. Она у нас здесь формулируется для оператора L. С помощью оператора L, значит, это dt. Ну, опять-таки, она и для φ написана, да? Для функции ios to φ. Значит, L, значит, от k. Так, L от k, да, ну, давай. Здесь напишем на φ. Ну, и опять-таки, рассматриваем L, значит, при x, стремящемся там плюс-минус бесконечности, да? Там вот эти все функции u исчезают. Ну, не то, что исчезают, то есть там sinu стоит, он превращается в 0. А cosu в единицу, да? Вот. То есть L у нас будет, давайте увидеть, при плюс-минус бесконечности. Вот так вот. И 4k, да? Здесь cos этой единицы. cos 0, 1, минус 1. Вот. Но, как бы, поскольку у нас асимптотики на плюс и минус бесконечности отдельно определены, то мы, конечно, должны отдельно искать значит, φ1 и φ2, да? То есть компоненты, вектор асимптотики, должны искать, ну, вернее так, использовать. Не искать, использовать. А ищем-то мы зависимость вот этих коэффициентов размножения а и b от времени, да? То есть теперь мы считаем, что, значит, у нас там а, это функция, а, k, t, да? А, b, функция, k, d, и так далее. Тоже с чертой остаются, да? А с чертой, а с чертой, k, t и b. Ну и опять, рассматривая асимптотики, точно так же, как делали для уравнения k, d, асимптотики функции геоста, рассматривая, мы находим зависимость, значит, от времени всех коэффициентов. Ну, для нас тут достаточно, поскольку здесь b и a фигурируют у нас, да? Ну, b может. Значит, ну вот, достаточно найти, что a, k, t – это константа, которая не зависит от t, да? То есть вот относительно t – это константа, не зависит от t. Вот как зависит от t. Ну, вы знаете, там у нас тоже было c1, 2, не зависело от t. И отсюда интеградуют движения всякие получаются, в частности. А вот b, k, t, что для нас важно, да? b, k, t – это вот что такое. Так, это b, k, 0, постоянно интегрировано, да? И на e в степени ми и на 2, k. Ну, напоминаю, что здесь у нас x и t, вообще говоря, безразмерные перемены, да? Безразмерные перемены. Мы тоже рассматриваем. Вот. Вот так. То есть смотрите, если b у нас вот таким образом через экспоненту зависит от времени, то и β будет таким образом зависит от времени, да? То есть мы сразу же получаем, что вот из этой формулы сразу получаем, что то, значит, βn на t на e в степени, так, βn на 0, ну а а не зависит от времени, да? Значит, вот здесь шворт менялся. Минус 3, 2, k, t. Ну и теперь, чтобы получить зависимость v, m, n от t, может, вот сюда вместо b, n от 0, вставим, вставим, значит, b, n от t. Так что вот. Куда ставим еще раз b? А вот, вот, в. А, ну да, все, все. Там стояло b, n от 0, а теперь просто вставим вот эту функцию. Ну то есть, ну понятно, что вот этот вот, по счетам, да, это βn от меня, да? Ну что, да, просто рады. Ну все, и таким образом, значит, k1 найдено, да? Т.е. матрица v найдено, значит, k1 найдено, и терминанты мы можем посчитать. И дальше, пользуясь формулой обращения, вот смотрите сюда, да? Находим u. Ну, смотрите, и здесь у нас производная, и здесь производная по x. Ну просто, значит, 0x это интеграл вот от этого. Да, значит, вот прямо пишем, d под x убираем, значит, единица на 2 i. Так, ну еще одну четвертую надо, ну, да, т.е. на четвертую умножаем, мы будем 2, 2, беленная на i, да? Вот это многосалитонное решение в сравнении синусных токов. Ну опять можно, да, и причем опять число салитонов, n, определяется числом нулей, вот этих, k, n, функции а от k. Ну вот, ну дальше можно там опять получить n-салитонное решение, kink и anti-kink. Значит, это односалитонное, так, ну т.е. либо kink либо anti-kink. А вот двухсалитонное решение, это решение уже двух разных типов бывает. Значит, первый случай как раз соответствует вот чему, когда у нас нули функции a от k лежат на мнимой оси. вот эти две точки. Вот эти две точки. Это решение соответствует взаимодействию, ну, прохождению, точнее сказать, kink и anti-kink друг через друг. То есть, вот если мы возьмем такую картинку, давайте так вот я ее в какой-то момент времени там нарисую, там, вот это anti-kink, а это kink. И вот они движутся друг на встречу другу. Ну и дальше картинка такая, значит, вот они приближаются, немножко искажаясь при этом, поскольку они взаимодействуют друг с другом. То есть, это вот момент времени, там, t1, и t2, и t2, и t2, да, в разные моменты времени, ну, соответственно. Приближаются, еще приближаются, а потом схлопнулись в какой-то момент времени, t1, t2. Отрицательный момент, а дальше начинают с положительных. Ну и потом снова появляются, но только уже с разных сторон. Вот уже с разных сторон. То есть, поменялись места, поменялись. Вот такая вот. А вы мне теперь разрабатываете? Нет. Почему? Какое разрабатываете? За счет чего разрабатываете? Чего вы вместе? В смысле, что у них была один заработка? Нет. Это, ну, как бы, ну, вот ялка, можно себе представить, вот такая канавка такая, все уже, 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 потом вроде она сгладилась, а потом вместо канавки кунг, который расширяет с личностью. Вот. Да, это вот первый случай, а второй случай соответствует как раз вот этой картинке. Вот я специально там, как бы, нарисовал. Значит, когда у нас, ну, вот они симметричны относительно мнимой оси, да? Второй случай – это вот эта. Этот случай соответствует резерву. Значит, это вот такая опять-таки кинг и антикинг, но они образуют связанное состояние. То есть, вот, предположим, у нас вот опять антикинг, кинг здесь, да? Какой-то там начальный момент времени. Ну, будет симметрично. Вот. Ну, давай. Без нее пока. Дальше что происходит? Вот следующий момент времени. Вот вместо того, чтобы как-то так вот, как в той задаче, там, проходить через друга, они начинаются уменьшаться амплитуда вот у этого образования. Значит, становится в следующий момент еще меньше, да? Вот. Вот. И потом опять схлопывается, и начинается вот это дело с другой стороны. То есть, опять до какой-то максимальной амплитуды. То есть, сначала вот в эту сторону процесс идет, да? Из нижнего вверх до максимальной амплитуды доходит, а потом в обратную сторону. И вот это все осцелирует связанное состояние. Кинга и Альфи Кинга. Дышущее такое. Целирующее. Вот. Ну, вот. Значит, вот это, как бы, ну, опять-таки, зная формулу, можно подвергнуть этот процесс компьютерному моделированию. Фактически все сводится там по строению функций в разный момент и времени. Вот это вот. Так. Ну, вот. Ну, теперь давайте, значит, это все, что, как бы, я хотел рассказать. Значит, что здесь главное? Во-первых, главное, что немножко изменилась сама постановка задач. Сама постановка задачи, уравнения масса изменились и вместо функции у нас матрицы, да? Вместо каких-то просто дифференциальных операторов у нас появляются матрицы. А механизм решения, вот схемы решения та же самая. Значит, все то же самое, что и ГКДВ, но вот с учетом этих особенностей. Так что, если у вас возникнет необходимость, ну, зацепиться есть за что, а тонкости все, ну, конечно, там где-нибудь он читает. Ну, и опять-таки я очень кратко коснусь особенностей нелинейного уравнения Шреддингера. Значит, нелинейное уравнение Шреддингера. Ну, давайте его запишем вот в таком виде. Ну, поскольку функция ПСИ у нас занята, давайте мы его вот так запишем. Сразу же скажу, что вот основная как бы вещь, которая приводит к некоторым отличиям нелинейного Шреддингера, от синус-Гордона, качественного отличия. Это то, что функция R у нас теперь комплексная. Так, модуль R в глаза. Модуль R в глаза. Комплексная. Функция R комплексная. А в синус-Гордоне U вещественная функция. И это как бы накладывает свой отпечаток, поскольку матрицы R и A тоже комплексные. Ну, они там были комплексные за счет K, там немнимые единицы, а теперь они еще комплексные за счет функции R. То есть дополнительные как бы степени свободы матрицы проявляются. Значит, ну, кроме того, что эта функция комплексная, она по-прежнему считается, что один в синусе бесконечности обращается в ноль, даст подравить на бесконечности. Ну и дальше. Значит, R, A, пара лакса, такая же, как в случае... Вернее, так, уравнение лакса, да? Уравнение лакса такое же, как в случае синус-Гордона. Вписывать я его не буду. Значит, первый пункт отменен. Уравнение лакса такое же, как в случае уравнения синус-Гордона. Значит, изменяются только операторы A, A. Значит, оператор A, это вот такая матрица. Значит, минус A, минус R. R является на собреженность. Видите, за счет комплекции здесь вот уже собрежение возникает. Значит, и там. Ну, между прочим, если сравнить, то матрица A тоже похожа на матрицу A для синус-Гордона. Если выбрать там R, то X там пополам, у нас, да? У X пополам и считать у веществ. Тогда матрица будет такой же, как в случае синус-Гордона. А это означает, что спектральная задача во многом похожа. Да. Вот. Нужно еще раз про R это введение? Что? Ну, то, что так похоже будет. Ну, вспоминайте матрицу для синус-Гордона, матрицу A. Просто посмотрите на нее и... Ну, давайте, ладно, выпишем. Да. Вот. Вот. Вместо R подставим U вратырского баллона и считать, что U как вещественная функция. Незабреженная равна U. Понятно, да. И получим ту же самую матрицу. А что и для синус-Гордона. То есть, это означает, что спектральная задача практически такая. Ну, особенности там тоже есть какие-то свои. Все-таки комплекция там учитывать приходится. Вот. Дальше. L. Значит, L. Значит, L. Матрица L. Значит, минус A и K в квадрате. Модуль F в квадрате. Модуль F в квадрате. Модуль F в квадрате. Значит, минус I, R, K. Минус I, R, X. Значит, 2I, K в квадрате, минус I в квадрате. Ну, вот матрица L, значит, как видим, она отличается. Там, причем существенно отличается, поскольку там матрица для синус Гордона содержала синус и косинус. Здесь, значит, вот, вместо синусов и косинусов, ну, грубо говоря, модуль F в квадрате. Ну, вот. Еще. Сама функция R в квадрате. Дальше. Ну, опять-таки, поскольку уравнение Лаксов у нас одно и то же, синус Гордона, то мы опять сводим это уравнение к такой же системе дифференциальных уравнений относительно собственной функции, собственного вектора V. Значит, опять получаем такую же самую систему уравнения DxV равно A на V, DtV равно L на V, то же самое все. Значит, уравнение Лаксов такое же, значит, система такая же. Это единственное различие, вот, в матрицах A и A. Но, опять-таки, поскольку мы интересуемся сначала случаем из дел равного нулюминии и экстременциальных уравнений бесконечности, то в этом случае у нас A на бесконечности будет такое же, как глиосинус Гордона, а значит, и функции Йоста, и Вранскеана, и всякие соотношения через Вранскеана будут те же самыми, что для сравнения синус Гордона. То есть все функции Йоста, все соотношения связаны с Вранскеаном и те же самыми, те же самыми, что глиосинус Гордона. Ну вот, про нули, уже там, когда мы начнем исследовать нули, там появляется уже некоторое отличие, поскольку нет вот этого условия редукции. А значит, отсутствует симметрия. Помните, вот, условия редукции на матрицу А. Вот здесь такого условия уже нет. И это приводит к тому, что симметрия относительно мнимой оси между различными нулями функций, а ката, да, значит, нас опять интересуют нулями функции А. То есть вот эта симметрия исчезает за счет того, что нуля, пица А содержит место У, Г, да, комплексную функцию, условия редукции не выполняются, исчезает симметрия. То есть про нули мы можем утверждать только одно, что они лежат в верхней полу-плостности. Так, следующее, треугольное, значит, ну, интегральное уравнение тоже похоже, ну, те же самые, да, раз функции ее остается, те же самые. Теугольное представление тоже, то же самое, что для синус Гордона. Единственное, что здесь появляется другая связь между ягодами. То есть у нас там было К равно, там, Сигма, К с чертой равно Сигма К было, да, а здесь Сигма К комплексно сопряженную. Появляется комплексное сопряжение в том самом соотношении. Ну, то есть, матрица Сигма, это уже известная нам матрица, а К по-прежнему, так, если мы считаем, не только один, два, да, вот, ну, а Сигма известна нам матрица. Дальше. Ну вот, с учетом этого, да, с учетом этого, получается те же самые уравнения Геффер-Бермарченко-Телевитала. Уравнения Геффер-Бермарченко-Телевитала те же самые. Но, значит, обращаю ваше внимание, что формально-то они там те же самые, только, ну, допустим, то есть, соотношения те же самые, только вместо вещественной функции, там, у от x пополам, стоит комплексная функция r от x, да, вот, из-за этого вот всякие такие вещи и происходят. Вот. Треугольное разложение то же самое, ну, вот, с учетом того, что от x пополам заменяем на r, это треугольное представление то же самое, да. Разложение этого треугольного представления по степеням k тоже то же самое, но с учетом этого, да. Ну и формула обращения та же самая. То есть, мы, значит, там у нас было, что там, ну, давайте прямо так и запишем там, у от x, ну, там, одна четвертая, король, ты же помнишь, да? У от x. Наоборот. Наоборот, да, наоборот. Наоборот, так. Одна четвертая у от x. Ну, вот теперь, если мы подставим, у от x, вместо у от x пополам r, то получим такую форму. Одна вторая, то есть r, r пополам равно r. Тут даже интегрировать не надо ничего, это просто ядро интегрального уровня. Там еще производная, вот тут производная у от x стояла, а здесь сама функция r стоит. Сколько? Ну вот. Ну, за счет, конечно, комплексности функций, да, там некоторые особенности появляются. То есть решение все-таки интегральное уравнение, ну, другой вид имеет. Ну, давайте, прежде чем это решение записать, решение интегрального уравнения, и ехо за матчем для ревитана, значит, опять-таки, мы можем перед этим решить эволюционную задачу, вот эту вот, да, вот эту вот, ну, точно так же, там, в биологии все та же самая, и найти зависимость коэффициентов, значит, а кратом, да, то есть, ну, это те же самые коэффициенты, да, они даже определяются, как в синус Гордона, от времени, опять получаем, что это константы, и ВК, ВК на Д, это будет вот такое, В, значит, так, В от нуля на е в степени 4k2e. Ну, понятно, что все отличие будет, отличие от синус Гордона в экспоненте, да, только за счет того, что операторы не уходят, да. Поэтому B0-то от К зависит? Да, 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 B0-е от К, конечно. Ну, более того, давайте мы сразу же напишем, B0-е, да, то есть, в точке КР-е, да, ну, B0-е, если так определить, то мы будем прямо вот так писать, B0-е от нуля, тут КР-е от степени. То есть, B0-е это в нуле функции А от К. А N-е это в нуле функции А от К. Вот. Ну и опять-таки, значит, коэффициенты, отражения, там, прохождения те же самые. Ну, например, вот, Р от К это В от К, на А, П, да. Ну, уравнения Дельфорд и Марченко и Левиттана такие же с учетом, вот, замену от x пополам, наверное, там даже, скажем, первые где-то не нужно делать, он не видел, наверное, фигурировать. Вот. Но получается, ну, конечно, вот с учетом этого, да. И решение его, да. Решение его вот такое, то есть, значит, решение уравнения Дельфорд и Марченко и Левиттана вот такое. Вот это функция k1, k1x, это вот такая функция, это 2. Ну, вот здесь немножко более сложное решение. Матрица В здесь комплексная, поэтому появляется вот такая вещь, комплексная, запряженная. Значит, минус 1, nr, дальше βt, с учетом того, что мы нашли, да, коэффициенты, а βt определяем... Так, ну ладно, давайте я запишу, потом скажу, как это... На e в степени минус i, kn, комплексная, сопряженная, минус kn, комплексная, сопряженная, на x, где... Так, то есть вот у нас двойная сумма здесь, где... и вот такие... матричные элементы макричные в, вот такие. В, N. Так, N, N. Разно ВТ, 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 ВТ. ВТ, 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 ВТ комплекция сопряженная, здесь ВТ. ВТ, 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 ВТ. ВТ, 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 ВТ это такая функция. ВТ и ВТ, 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 ВТ. ВТ, 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 ВТ. Да, всё, теперь про просто индексы. Тут βn, а здесь βn. Тогда, значит, βn комплекция сопряжённая, βn даёт элемент N. Значит, где βn, это вот что такое, это βn, вот это вот. Так, минус i, ну, собственно, точно так же, как в синус гадона. Вот, минус i, βn на t на h'n, где h' — это, значит, производная пока в точке Акада. Ну, собственно, точно так же, как в синус гадона. Впрочем, в этом другой показатель экспонентности. Всё самое так же. Ну вот, собственно, вот одно многоселитонное решение. Как видно, здесь сложнее, ну и понятно, что и получить его здесь сложнее. Вот. Решить уравнение Дельфанда мальчика и гадона для этого случая, конечно, сложнее. Но с принципиальной точки зрения, да, ничего нового здесь нет. Всё та же самая схема, что для ГДВ, что для синус гадона. Гадона только, как бы, свои особенности учили. Ну и результат тут такой же. То есть вот этот случай описывает двухселитонное решение, если рассматривать. Опять описывает взаимодействие солитонов. Огибающие, да, в данном случае. Да, вот два солитона, огибающие, летают друг на друга, как-то взаимодействуют и расходятся. И брезервы тут тоже возникают. Они, правда, более сложные, значит. Но их здесь, как бы, рассматривать подробно не имеет смысла, насколько они являются неустойчивыми. Эти решения в виде брезервов, ведь в силу того, что симметрия нарушена, значит, симметрия вот этих нулей функции А, К, нарушена, то, значит, вот эти брезервы становятся неустойчивыми и распадаются в течение времени. Вот. Но тоже, в принципе, есть. Какое-то время они могут существовать. А вот эта устойчивость солитонов, она из уравнений как-то следовать хочу? Это отдельная задача. Устойчивость солитонов – это отдельная задача. Там, видите, тут куча разных возмущений есть. Ну, мы с вами уже о отчасти говорили, по-моему, там, например, синус гордона, да, вот там струна, и мы сверху можем на солитон как на струну смотреть, да, и вот при малом возмущении, либо это возмущение может нарастать, когда солитон неустойчив, либо, наоборот, задухать, когда он устойчив. Вот. Ну, грубо говоря, вот, представьте себе, ну, обычную струну, там, китарную, да, вы дёрнули, но со временем звук затухает. Это устойчивость. А, возможно, ещё такая ситуация. Дёрнули, а он вместо того, чтобы затухать, всё громче и громче, да? Вот это неустойчивость. Так что это надо отдельно смотреть и уже выходить, ну, раз струна, значит, мы что, выходим из одномерного движения, да, то есть вот эта вот штука движется в доля Cx, значит, мы с вами решали вот здесь, да, вот, если бы мы смотрели, то у нас бы какое-то пятнышко в доле Cx двигалось. А если ещё осиник, то мы получаем реальную, как бы, такую струну, да, в данном случае образованную, там, из, значит, вот этих двух, ну, безерковых, да, из двух разных серитонов угибающих, так вот она, эта струна распадается, если чем надо. Ну, более того, мы можем ведь ещё, там, OZ, там, да, как-то ввести, там, ещё относительно, там, OZ, какую-нибудь устойчивость рассмотреть. В общем, значит, значит, более того, это одна постановка задачи, когда мы число измерений увеличиваем последние дела, а, возможно, ещё другая постановка задачи, когда у нас типа прежнее измерение одно, там, значит, там, OZ, да, Czaliton, мы размущаем сам Czaliton, то есть берём, как бы, ну, вот эту функцию и как-то её искажаем слегка, то есть вот он, как бы, не такой вот Czaliton, ну, я не знаю, а что-нибудь там чуть-чуть шире его сделали, чуть-чуть выше, вот он уже перестал быть солитоном, и смотрим, как это искажение приведет себя. Значит, если у нас солитон выделится, то есть в идеале должно получиться вот солитон и плюс какие-то там волны линейные, да, его отделяются. Тогда солитон устойчив. А если, значит, при малом возмущении мы обнаруживаем, что как там притуда его начинает нарастать или там он может опрокидываться, там разные варианты, да, то тогда вот он неустойчив. Так что, тут вот, это отдельная наука в теории совместно. В ней тоже метод обратной задачи используется, но это уже как бы вот выходит за нашу программу, да, ну, все-таки какой-то самый минимум рассматривает. Вот. Ну, кто будет этим специально заниматься, тот, конечно, все это подробно изучит. Вот. Но вам надо просто в этом материале ориентироваться, что если у вас жизнь выносит вот такие задачи, вы должны примерно представлять, как тут решать, как задачки ставятся, да, ну, там, какие книжки смотреть, вот. Значит, ну, и там уже конкретно, конкретную задачу решать. Решение синус-горбюнатора, вот мы записывали, вот. Оно должно быть вещественное, а нам, как в записи, неочевидно, что вещественное появится. Почему? Там лод x вещественное сразу. Да, но там мы пишем логарифм, деленное и е. То есть, то логарифм числа в ней положено, чтобы мы ее поделили действительно. Дело в том, что, так, сейчас я посмотрю, в каком виде я его вам написал. Значит, смотрите. А, ну да. То есть, если мы берем икпн, у нас все очевидно, что вещественное, да, то есть, икр, икпн, да. Значит. Ну, то есть, и сокращается, либо превращается в минус единицу. То есть, вопрос относится к случаю, когда у нас есть вещественная часть, да? Вещественная часть. Так, вещественная часть, если есть, и тогда действительно тут могут какие-то осцилляции взять, что возникнуть. Ну, не знаю, я вот сейчас, если честно, не могу на этот вопрос ответить. Скорее всего, ну, тогда надо какую-нибудь вещественную часть брать. Вот. Вещественную часть. Хотя, может быть, там все так преобразуется хорошо, что просто выделится автоматически это вещественная часть. Терминат, да, то есть, мы же тут умножаем, вот эти манкицы, да? Ну, значит, на диагонали у нас имеется плюс вот какая-то комплексная функция на диагонали. А на боковые члены это просто экспонент. Ну, не знаю, где возможно то, что тут все сократиться должно. Не могу ответить на этот вопрос так. То есть, скорее всего, должно все сократиться. То есть, автоматически здесь учитывается вещественность функции У. Это просто надо посмотреть, как там, значит, получается конкретную форму. Ладно, давайте так, я на консультации, главное, с вопросом отвечу. Угу. Так, все. Так, еще какие вопросы? Ну, ладно, так, видимо, мы с вами закончим. Я Александру Сергеевичу уже сказал, то есть, он, когда я ему должен, несколько занятий. Ну, так, что он, значит, видимо, он может уже там, со следующей недели, и как ему будет удобно проводить этот занятий. Ну, ладно. Все, пожалуйста. До свидания.